Так как многие нереализационные СУБД связаны с распределенными базами данных, для них справедлива теорема, так называемая КАП-теорема, которая говорит о том, что для нереализационных баз данных существует три некоторых характеристики и возможно выбрать только две из них, при этом в ущерб третьей характеристике. Рассмотрим конкретнее эти характеристики. На все запросы, которые получают от пользователей, то есть в случае каких-то сбоев система может не отвечать на какие-то запросы, но как правило это достаточно критичное свойство и большинство нереализационных баз данных стремится к тому, чтобы все-таки отвечать на все запросы, которые поступают от пользователей. И третья характеристика распределенных баз данных – partition tolerance, то есть терпимость к тому, что некоторые узлы могут отказывать в обслуживании. То есть в случае, если у нас есть какая-то распределенная система из нескольких узлов, то чем больше она, тем больше вероятность того, что какой-то из узлов будет отказывать. И, собственно, СУБД должна своими силами как-то справляться с тем, что какие-то сервера в какой-то момент времени будут не отвечать. Если говорить про реализационные СУБД, то для них две характеристики, которые выбираются среди этих трех – это consistency и availability. То есть в случае, если у нас какой-то из узлов распределенной реализационной базы данных отказывает, то это приводит к отказу всей системы. Если же мы будем рассматривать большинство нереализационных СУБД, то для них две характеристики, которые выбираются среди этих трех – это нечувствительность к потере какого-либо узла и информация на всех узлах должна соответствовать друг другу, то есть согласованность узлов. При этом узел, который только что отказал, он, как правило, становится недоступным, то есть система не будет отвечать на запросы пользователей, которые обратились именно к этому узлу. Но, тем не менее, база данных СУБД корректно обработает это исключение и не будет учитывать данный узел в случае, если он долго не отвечает.